И сейчас я хочу представить вам, Ольгу Дмитриевну Голикову, слава Господу Иисусу, за этот дар для тела Христа в России и не только в России. Ольга Дмитриевна, ходатай, воин, пастор и благословенная женщина Божия, которая служит Господу уже больше 50 лет и которая является примером для многих. Слава Иисусу за то, что она сегодня с нами. Ольга Дмитриевна, передаю вам слово. Всем добрый день, добрый вечер, кто с нами на связи сейчас. Спасибо, спасибо всем, кто почувствовал Божий призыв к свою жизнь и отреагировал. Независимо от возраста, независимо от позиции, независимо от опыта, потому что здесь на самом деле самое главное – это отреагировать на то, что делает Бог сейчас. И поэтому я могла вписаться буквально сейчас только с вами, поэтому не знаю, о чем ушла речь до меня. Но в любом случае я верю, что Дух Святой вел, и я хочу просто присоединить то, что есть в моем сердце на сегодняшний день. И поэтому коротко помолюсь и будем двигаться. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что в нас есть Дух живого Бога. Это так удивительно – сознавать, что Ты перекрываешь расстояние, перекрываешь все препятствия, чтобы наши сердца и наш Дух у главы Твоей и у престола Твоего получил единение. Я благодарю Тебя, потому что для нас это важно и ценно, что в нас есть работа Духа Святого, что через нас Ты творишь работу на земле, которая является исторической, которая является ценностью в Твоих глазах, а главное – Ты мечтал об этом даже до нашего рождения на эту землю. Но я благодарю Тебя, что Ты дал нам родиться в правильное время, несмотря на то, что так много сегодня вопросов, так много непонимания в сознаниях и сердцах людей. Боже, ну у Тебя все взвешено, у Тебя все распланировано, и Ты не опоздал со своим вмешательством, и не опоздаешь. Поэтому я хочу передать Тебе и это время общения, так как нам важно смотреть в корень, видеть основания, и с этого основания продолжать строительство. Я молюсь, чтобы никаких трещин не было в основании. Я прошу Тебя, чтобы церковь Твоя, она поднялась как полки со знаменами, грозная, стройная, красивая и для врага не только впечатляющая, а ужасающая, потому что Ты идешь с этим войском. И я благодарю Тебя, что сегодня Ты эту армию не просто объявил мобилизацию, а Ты ее собирал уже не один месяц. И я верю, Господи, что и сейчас она приобретает новый размах, новый вес и значимость. Я благодарю Тебя, что Ты здесь с нами на этой платформе, чтобы работать с сердцами и сознаниями людей. И я благословляю каждое сердце и каждого человека не оставаться там, где он есть сейчас. Не потому, что небольшой путь или большой проделан раньше, а потому, что впереди еще много, что надо успеть сделать. И я благословляю каждого из нас освободиться от любой суеты, от любых значимых в наших глазах дел, если таковыми они не являются в Твоих глазах. Поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам четко понимать и видеть, где Ты находишься сейчас, что Ты делаешь в данный момент, и где Твои акценты, и где Твое особое внимание. Поэтому я передаю Тебе сейчас и свои уста, и сердце, и время, и благословляю каждого человека во имя Иисуса Христа. Дух Святой, будь благословен. Потому что то, что Ты делаешь, это слава Твоя на земле, это величие Твое на земле, это способность небес творить на земле планы небес. Да будет так, Господь, да будет воля Твоя осуществлена через наши судьбы на сто процентов. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз всем добрый вечер. И то, что я хотела бы сегодня с вами, ну, не сказать, наверное, обговорить, а прикоснуться, потому что это такая тема достаточно большая, если ее копать по-настоящему. Но хочу сегодня сказать о смещенных акцентах. Смещенные акценты или что сейчас видится главным. Дело в том, что у врага есть одна из стратегий. О стратегии смещать акценты от главного и во второстепенные вносить в важность и значимость. Например, срочные дела. Насколько они на самом деле важны или нет. Но если они встают на пути важных дел, то срочные перекрывают и забирают время, забирают эмоции, забирают все, что связано с ресурсами для важных дел. И сегодня мы видим, что в мире взрывы один за другим. Одно не успело закончиться, другая волна еще больше пошла. Да, Господь меня предупреждал об этих волнах и показывал, как они встретятся на поле морском, несмотря на то, что одна волна шла с воды, другая с земли. Но они, соединяясь, друг друга уничтожают. И, соответственно, быть на стыке этих волн очень опасно. Это не те божьи волны, о которых мы говорим и что мы ждем. Но это то, что допущено Богом, и потому надо в этих вещах действительно разбираться. И то, что сказал тогда Господь, идти на глубину и там смотреть даже из глубины на поверхность воды, которая там тоже видна, что же происходит на поверхности. И там действительно очень много было всяких неприятных событий, которые можно было видеть из глубины, но в глубине даже особого движения воды не было. Смотря, конечно, какая глубина, но я говорю про то, куда дал Бог опускаться. Поэтому сегодня я хочу говорить о смещенных акцентах с учетом того, что стратегия врага в том, чтобы нас убрать от главного. В чем же главное? Главное, что есть у Бога те основания, из которых Он рождает новое. И вот это новое рождается как минимум из церковного чрева. То есть то, что является сегодня телом церкви Христа или телом Христа как церковь, то это место формирования и рождения и, соответственно, родов того, что Бог предназначил от старта времен. И поэтому церковью своим занимался. Но посмотрите, какие у нас сейчас отвлечения. Это все, что связано с военными действиями, с их последствиями, с обвинителями, обвиняющими, с тем, чтобы люди начали оправдываться, делали они это, не делали, то ли они имели в виду, когда сказали и так далее. Вот сейчас вот эта каша, она настолько захватывает сознание людей и интернетное пространство, что люди ни о чем другом думать особенно не хотят. Им надо доказать чью-то вину или кому-то отмыться и оправдаться и сказать, что нет, это вообще не про меня. Но если мы посмотрим на одно из выражений, которые сказал Христос ученикам, по сути, впервые назвав церковь церковью, потому что мы не всегда замечаем, сколько раз говорил Христос о церкви. Он в основном говорил о царстве Божьем, о церкви он говорил крайне редко, само слово церковь. И вот впервые он сказал об этом ученикам, когда он им задал вопрос, за кого почитают меня люди, и шло перечисление, за кого, и вот Петр сказал, ты сын Бога живого, Христос сын Бога живого. Он говорит, не плоти и кровь открыли тебе это, а отец сущий на небесах. После чего он сказал, ты, Петр, на сём камне создал церковь, и врата ада не одолеют её. Церковь. Вот это прозвучало слово «создам церковь». Он инициатор церкви. Это первое очень важное положение. Второе. Церковь – это не просто экклессия, как мы привыкли слышать и понимать, что это просто собрание людей и так далее. То есть упрощённое понятие собрания людей. На самом деле церковь – это группа людей, берущих ответственность за ту землю, в которой живут, за ту территорию, на которой поселены люди. То есть те, которые взяли главенствующее или начальствующее положение не для того, чтобы управлять кем-либо, а для того, чтобы помочь сформироваться тем состоянием общества, чтобы враги боялись сюда приходить, чтобы территория, которая есть, правильно использовалась и была благословением или пользой для множества людей. Вот этот был смысл у старейшин, которые и назывались церковью. Это греческое слово, которое от начала уже имело в сознаниях людей свой формат. И поэтому Христос берёт и говорит, вот это будет, вот этим я буду заниматься. И врата ада, не потому что они не будут восставать, они будут подниматься, но они не одолеют. И поэтому я сейчас вижу одну из главнейших задач – посмотреть, что церковь – это столб и утверждение истины. Если столб расшатать, то тогда истине не к чему прикрепиться. Тогда она начинает быть разбросана в пазлах по всем умам и сердцам, как ей, так скажем, кому что досталось или кто что успел схватить. Но нет того, что как раз является оплотом для того, чтобы общество, оно не было бродячим, как вино или как дрожжи. И поэтому, когда мы видим сегодня в обществе такой развал, это говорит о том, что церковь потеряла свою центробежность. Церковь потеряла свое вот это состояние столпа и утверждение истины и пошла заниматься другими делами. И вот сегодня, как раз когда мы ведем молитвы, молитвы общие, несколько дней или пару недель, которые мы взяли сейчас, я специально их или с умыслом не делаю больше акцентов на том, на чем делают акценты все СМИ сегодня. Потому что понимаю, что если нам не заняться сейчас твердостью, крепостью, позицией церкви, то мы изменить в обществе ситуацию не сможем. Поэтому идет речь о том, что важно, чтобы в церкви люди заняли позицию того, кто на самом деле является частью церковного формирования. То есть, если я в часть церкви, то я беру ответственность за то, что происходит. А значит, у меня есть достаточно зрелости, а значит, у меня есть понимание того, что я не просто так пришел ко Христу сейчас, а у меня есть часть моя, которую мне надо сделать. И если сказал Господь, молите господина жатвы, не хватает делателей, значит, молиться об этом. Если он сказал, не ужасайтесь, значит, нельзя мне вставать в категорию людей этого мира, которые все ужасаются и так далее. То есть, мы сейчас говорим о той церковной платформе, на которой Христос работает и трудится для того, чтобы мы с ним были заодно. И поэтому эти акценты, я вижу, что они сегодня очень смещены по ряду причин. Потому что, с одной стороны, дьявол уже давно пытался расшатать церковную основу и вкладывать вот эти разноликие ценности, которые подменные ценности, вплоть до того, что сейчас предлагается делать единую религию, в которой все будет очень, так скажем, сглажено. Ну, то есть, он сюда вел. Это понятно, это его задача, он сюда вел. Но церкви надо понимать, что за этим стоит. А значит, очень важно увидеть, где сейчас Бог внутри церкви, что он делает. И тут я, естественно, задавалась подобным вопросом в моем сердце. Говорю, Господи, где ты, что ты сейчас делаешь? Я увидела такую интересную картину исторических событий, где церковь, она отбрасывалась то на одну, то на другую обочину. И сейчас как раз задача выйти из двух обочин и соединиться в единое, целое и понимание, куда мы движемся. Что это за обочины? В течение многих лет церковь была в маргинальном состоянии внутри себя. То есть, она себя видела ничем особо незначимой. Я сейчас не говорю о первоапостольской церкви, я сейчас говорю о событиях, уже свершающихся после, когда церковь была размываема разными состояниями и мнениями людей, когда теологических споров очень много было, это вот соборы, которые происходили еще под влиянием Константина, которого с языческим мышлением и так далее. То есть, вот эти все вещи, они уже начали размывать позицию церкви, когда она стала государственной, когда она ушла вроде бы как на преследование, но в то же время она потеряла и фокус на Христа. И вот в этот момент пришло очень много подмен. И подмены, которые пришли в конечном итоге, в Средневековье, когда пришло уже преображение, мы его так назовем, реформация, в тот период пришло осознание у Лютера, как минимум, с которым он вышел как своим постулатом, своими тезисами, праведник своей верой жив будет. И поэтому надо было начать пересматривать свою веру, взвешивать ее. И здесь уже пришлось рассматривать и убирать некоторые компромиссы, которые за это время пришли, вот те крайности, которые были связаны с удалопоклонством, со всякими подменами, индульгенцией и прочее. Ну, то есть, это так для нас кажется далеким, и поэтому вроде к нам отношения не имеет. Но это все генетика христианства. А раз генетика, то значит, она имеет в нас какую-то часть и продолжение, и склонность к этому, если мы с этим не разбираемся. И поэтому вот то, что стало для нас некоторым обвиняющим фактором, как историческое состояние церкви, которое потеряло бдительность, потеряло взаимоотношения, надо вернуться опять к личной вере и так далее. То есть, это чувство вины, которое посещать стало многих христиан, а значит, и оставило на этой позиции маргинальности, что я никчемный, Бог меня не может использовать и прочие вещи. И вот это состояние, оно тоже очень долгое время было в сознании людей. Я еще сама хорошо помню тот период церкви, да и сейчас, в принципе, у меня есть и родственники, и друзья, и знакомые из того формата, где очень много критериев, по которым надо взвешивать свою праведность. Если ты в чем-то не соответствуешь, то тебя не дают право на крещение, или не дают право еще на какое-то служение и так далее. И в этом ключе есть крайность. Я не говорю, что там все плохо, я говорю, что есть крайность, которую ввалились и стали ощущать себя маловажными, незначимыми. Да, Христос всегда был значим, но мы – это что-то такое не совсем внятное, не совсем понятное. И куда это привело? Общество стало нас так видеть. То есть, если мы видим, как сказал народ израильский, придя, ну, те 12 саглядаты, пришедшие после осмотра Земли, они сказали, что мы были в их глазах, мы были, как сранча, в наших глазах, такими же мы были и в глазах их. То есть, вот это ощущение себя никчемным, неважным, незначимым, оно привело к тому, что нас так стал видеть мир и стало видеть общество. Какой-то ненужный совершенно атрибут или, можно сказать, ну, так, какой-то пережиток прошлого, и так же и называли, христианы вообще, церкви. Ну, что вы, люди современные туда не смотрят. Мы помним все хорошо период атеистического времени в нашей стране. Именно называли пережитком, именно ничего, незначимые люди и так далее. И как выходить из этого? Сегодня я вижу другую обочину. Обочина, которая связана с самодостаточностью, с пониманием того, что Христос уже для меня все сделал, это отличное знание, это точное знание. Но тогда, когда мы начинаем себя видеть в позиции, что мне нечего исправлять, у меня все уже в порядке, мне ни над чем не надо работать, характер – это вообще не моя задача, не моя ответственность. Дары – хорошо, плоды – ну, плоды как получится. А на самом деле дары – это то, что дается нам для приобретения плода, то есть характера, характера в нашей жизни. И на сегодняшний день, когда мы пришли к тому, что надо подняться Божьей армии, и что мы видим? Есть две обочины, но нет характера. В середине. Потому что люди не готовы брать ответственность, не готовы брать сейчас ту позицию, когда надо посвятить себя на 100%, на те высокие цели, ради которых мы раздены на эту землю. И сейчас так важно оказать почтение предыдущему поколению, взять ценность оттуда. И сейчас не пренебречь тем, что Бог дает следующему поколению. И соединить это вот в этом уже центральном пути, где соединение дает колоссальный результат, когда церковь становится столб и утверждение истины. Когда столб не расшатан, когда основание заложено на твердом фундаменте Христа, который он дал на горной проповеди, где конкретные места Писания говорят нам, что делать, а что не делать, какой образ поведения и жизни, а не в том, что Христос все простил, зачем мне еще надо у кого-то прощение просить, либо прощать. Я сказал, прощаю, ладно, а то, что осталось внутри меня, сколько-то мусора, я с этим не особенно хочу разбираться. Но вы знаете, на самом деле, если все хотят мудрости, а мы действительно хотим, то предшественник мудрости – это страх Господь. И вот сейчас я вижу, что к этому надо вернуться. Вернуться, с одной стороны, новым направлением, которые за последние, может быть, 20, 10, 5 лет поднимались в большем объеме, но взять ценности с того, что было раньше, не пренебрегать тем, что было фундаментом для многих поколений, чтобы выжить в то время, когда атеизм бушевал, когда репрессии бушевали. И все-таки у них центральная часть была очень сильная – это ухватиться за Христа. Да, очень слабое мнение о себе. Да, очень заниженная самооценка. И в этом Господь, конечно, смотрим, как он с Моисеем поступал. Он его готовил 80 лет. И когда наступило время выхода, а Моисей как раз вот с этой самооценкой – «Господи, ну я косноизвечен, но я не умею то или не умею это». И у него постоянные были какие-то разговоры до тех пор, пока Бог разгневался. Потому что если мы будем смотреть только на свои недостатки, то мы никогда не войдем в свое призвание. Поэтому надо понимать, что мы действуем властью Христа внутри нас, его призванием, его временем, в которое он дал нам жить, его ресурсами, но со своими слабыми звеньями мы разбираемся и не оставляем место дьяволу в нашей жизни, чтобы не получить удар в самый неподходящий момент. Не просто так Христос сказал – не давайте место дьяволу. Поэтому вот здесь должна быть очень четкая сбалансированность, когда с одной стороны я могу говорить Господи, я хочу, чтобы ты показывал мне то, на чем ты работаешь. Вы знаете, это такой вопрос, который я в практике применила. Может быть, не так часто это сделала, но когда один раз это сказала, покажи мне, Господь, на чем ты сейчас трудишься, я увидела такую развернутую картину, что мне пришлось сказать, Господи, приостановись, я дальше уже не совсем готова. Я думала, что уже мне гораздо больше порядка в жизни. Но вот это было, правда, слава Богу, давно, но я сейчас тоже не особенно дерзаю задавать такой вопрос. Хотя, конечно, прошу, чтобы Господь корректировал и показывал. Почему? Потому что нам важно сейчас принять коррекцию, чем потом увидеть, что мы шли не туда и потеряли время. И вот принимать коррекцию – это значит быть обличаемым Духом Святым. В том, что Он показывает лично каждому из нас, это как украшение для внимательного уха, так говорит Соломон. И поэтому знать, что Его суды, они не убивают нас, а реконструкцию производят, направление дают, дают возможность увидеть, над чем Он трудится сейчас с нашими сердцами. Ведь Он же и сказал, что если будем судить сами себя, не будем судимы с миром. И видите, в какой мы сейчас попадаем. Интересная вот такая как бы развилочка, что ли. С одной стороны, не уйти опять в обочину самосожаления, самообвинения, а с другой стороны, не отказаться вообще от силы Святого Духа, у которого есть свойство обличать, чтобы нас откорректировать и выстроить вот этот баланс. И сказать, да, Господь, Ты мне что-то показал, мне теперь не надо проникаться в чувство вины и говорить, все, у меня теперь ничего не получится. Но мы же не на свои силы рассчитываем. Мы же понимаем, что Господь пошел впереди, Он нас позвал, и Он нашел нас годными к Его армии. Это такая удивительная честь, которую нам оказывает. И независимо от того, как нас видят люди, независимо от того, как они нас воспринимают, но Он нашел нас годными к своей армии. И поэтому Он будет говорить, что нам надо посмотреть в нашем обмундировании, что делать с нашим сердцем и так далее. Но нам надо вот эти все обочины с двух сторон увидеть и понимать, что город, устроенный на вершине горы, это Его церковь. И Он похвалится своей церковью. И нам важно быть в части Его работы и быть сегодня вот в этом центре Его внимания и понимать, что если мне что-то Бог доверил, то вы знаете, что никто не служит на своем, ни один воин на своем обеспечении. Я сейчас не говорю только о финансовой стороне. Я прежде всего говорю об обучении в армии, я говорю о всеоружии армейском, я говорю о дислокации, говорю о том уровне власти, которым поделился Господь. Вот, Он всем снабжает своих воинов. И поэтому люди, которые начинают говорить, но если я пойду, на меня пойдут рикошеты и так далее. Я это слышал очень много. Да, пойдут, потому что ты не занимался своим сердцем, потому что не убирал место дьявола из своей судьбы. Конечно, пойдут. Но тогда, когда мы говорим, Господи, я хочу идти с Тобой и помоги мне туда прийти уже в безопасности. Либо если что-то, ты будешь по ходу вскрывать, чтобы меня это не откинуло, как твоего воина, а чтобы мне разобраться прям по ходу и двигаться дальше. Обучение в процессе битвы тоже реальное и тоже возможно. И поэтому что-то мы получаем в теоретическом плане, а что-то уже в практике. И практика – это не меньшая часть школы, а даже большая. Опять возьмем того же Моисея. 40 лет, 40 лет, там в доме фараонов, в пустыне, а потом еще 40 лет. И то, что он выводил призвание, это не значит, что там не было уроков, которые Моисей получал. И в одном из них он экзамен не сдал на самом финише своего пути, потому что это тоже процесс уже к завершению идущий. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами молиться о церкви и именно о том балансе, которому надо сейчас сложиться. Потому что здесь не вопрос, сколько лет я в церкви, сколько у меня опыта за плечами, а вопрос, насколько я дам вот этому балансу Божьим Духом, который он будет во мне производить, чтобы это пришло к целостной картине. Вот сейчас об этом речь. И вы знаете, когда мы начинаем понимать такие вещи, что нам важно утвердиться в главном и на вертикали, и на горизонтали и сверить мировые часы с собственными часами. С одной стороны, когда мы начинаем видеть, какие у меня отношения с Богом, сколько я этому времени посвящаю, есть ли у меня сейчас в этом значение этих отношений. Вы знаете, есть такое слово из уст Христа «заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей». Вот здесь вот два критерия. Поэтому есть люди, которые знают хорошо Писание, есть люди, которые знают хорошо силу Божью, но заблуждаются и те, и другие, если не имеют того же баланса. Потому что тогда, когда имеется только знание Священного Писания, то люди начинают говорить, что опасно идти в духовные сферы, потому что там это ничего не особо не можешь проверить, не можешь пощупать. И вот они боятся силы Божьей, но знают Писание. И в связи с этим ограждают своих овец и сами ограждаются и никуда не двигаются. Те, которые знают силу Божью, но не знают Писания, к сожалению, я вижу такие случаи и таких людей. На своем пути я уже встретила ни одного человека, который уже переживал какие-то сверхъестественные вещи в своей практике, достаточно переживал много откровений. Задаешь вопрос, а как со Священным Писанием у вас? И говорят, ну, я когда-то прочитал, но сейчас-то уже не обязательно, я же напрямую общаюсь с Богом. Все, тогда мне понятен предмет или причина тех процессов, с которыми человек пришел на консультацию или за помощью. Понятно, потому что заблуждаетесь, не зная Писание силы Божьей. Мы опять видим единство вот в этом балансе. И так важно не остаться с сухой буквой убивающей, так важно не остаться просто в отрыве от того, что Бог закладывал фундамент для всего человечества, а мы сейчас находимся, как его церковь, на финише человечества. И поэтому для церкви сейчас время не просто испытание, да, время начаться суду с Дома Божьего, а это время как раз вот концентрации тех кристаллов, над которыми Бог работал. В течение этого времени он собирает сейчас для обработки, он проводит через огонь, он это делает для того, чтобы то, что было шлаком, отвалилось, а то, что стало видимой ценностью, стало проявлено для множества глаз, которые сегодня хотят видеть церковь в том же состоянии, в котором она была раньше, маргинальной, ни к чему не нужной и вообще мешающейся под ногами. Но у Бога свои реванши, и сейчас он как раз выводит церковь в ту позицию, в которой понуждается каждый человек, каждый, и правитель, и люди, которые находятся где-то на обочине своей жизни, и те, которые являются успешными бизнесменами, и те, которые являются даровитыми, талантливыми в шоу-бизнесе, каждый понуждается, потому что мы сейчас говорим о глобальном пробуждении, и это не наша идея, это не идея человеческая, это Божий взгляд для последней жатвы, и в жатве не может церковь не участвовать, поэтому взгляд на себя как на церковь важно иметь такой, чтобы мы умели судить себя, но не жить под виной, умели слышать корректирующее Божье слово, и не видеть себя с заниженной самооценкой после этого, а взгляд Христа, которым он на нас уже смотрел через крест, тогда, даже когда мы не были рождены, а уж тем более когда мы к нему пришли, и вот тогда, когда мы сейчас на его весах, он нас взвешивает, и он сейчас отбирает, отбирает всех воинов, которые встанут или встают в авангард, потому что к этим воинам потом надо присоединять будет множество людей, множество, потому что это Божья геометрическая прогрессия, он обязательно соберет, и рассеянное возвратит, и угнанное, и пораненное перевяжет, и новое будет собрано. Итак, друзья, для того, чтобы мы с вами могли увидеть себя глазами неба, я хочу частью молитвы взять то, что является посланник кефесянам, где апостол Павел говорит о назначении церкви, и причем это он делал в молитве. И у меня есть одна проповедь, о которой я говорила в пандемический период, и еще есть домашних условий, где я говорила сила согласия, благословения. То есть тогда, когда мы можем согласиться с молитвами тех, которые были до нас. То есть когда мы здесь применяем эту практику, просим, чтобы кто-то вместе соглашался, сейчас люди на платформе вместе с нами, мы говорим, согласитесь с нами тоже молиться об этом, чтобы это была сила умноженная в молитве. Но когда мы соглашаемся с молитвами, которые прошли через века, когда мы соглашаемся с сердцем апостола Павла, с духом, который был на нем, либо с сердцем Давида, либо с сердцем Даниила и так далее, те молитвы, которые творили эти люди до нас, они не исчезли. Они оставлены нам не просто как образец, они оставлены как часть нашей жизни, что мы можем этой молитвой сейчас тоже наполнять свои уста и говорить, Господи, я соглашаюсь, чтобы эта молитва работала и в моей жизни, и на всю церковь. Поэтому я хочу сейчас прочитать молитву апостола Павла ради нескольких строчек, которые потом поясню. С первой главы Ивсянам 17 стиха. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровению в познании Его». Я хочу этим благословить церковь, чтобы дал Бог дух премудрости и откровению в познании Его, что Он делает сейчас в этом сезоне, в это время, потому что нам надо сверить свои часы с мировыми часами. Не думай, что у нас моя жизнь пройдет по моему графику, по моим часам. Нам свои надо подвести или подправить под мировые часы. И просветил отче сердце вашего. Еще одна просьба к офисианам, это церковь, которая является достаточно аргументированно, чтобы сказать, она одна из самых глубоких церквей, которым послание писал апостол Павел. И по глубине послания можно говорить о глубине восприятия этих людей. И поэтому это послание как раз таковым является. И однако Павел просит, чтобы Бог просветил отче сердце. И поэтому нам в этом есть необходимость. Не думай, что я все хорошо вижу, но чтобы отче сердца церкви, отче сердца народа Божьего просветили, чтобы перестать заниматься междуусобицей и кого-то обвинять, кого-то оправдывать, перестать вставать судьями с худыми мыслями. Потому что только последний день откроется, кто есть кто и что для чего был куда приведен и поставлен. Потому что если сказано начальствующего в народе незлословие, независимо от того, это твой начальник или чужой начальник, у него есть статусность. Поэтому не будем это делать. Потому что сегодня так много есть поводов к тому, чтобы это делать. Но если мы хотим, чтобы начальствующие управляли с мудростью, для этого нам важно не проклинать и не осуждать, а вот очи сердца, чтобы были просвещены, а премудрость Божья наши уста наполняла. И я хочу, чтобы церковь, она встала вот в эту позицию сегодня. Потому что, к сожалению, мне приходится отвечать на многие, ну даже, может быть, не отвечать, а читать. Я мало отвечаю на подобные вещи. но, по крайней мере, пасторы пишут. Пишут люди, просто имеющие какие-то позиции или нет, чтобы выяснить, за кого, кого обвиняю, как отношусь. Я не хочу в этом участвовать. Это не то, что сегодня делает Бог. Это сегодня то, что льется дьяволом на ту мельницу, которую он запустил. И потому я не желаю в этом даже близко стоять с этой позиции. Потому что у нас есть позиция очень высокая, к которой мы сейчас придем в конце этой молитвы Павла. Но для того, чтобы нам увидеть эту позицию и быть гражданами неба, не гражданами государственности просто. Да, мы временно граждане конкретной страны, но мы граждане неба и мы здесь дипломаты. А раз дипломаты, то мы не можем просто выражать свою позицию. Вот я думаю так. А что ты, Господь, говоришь? Потому что, если я твой дипломат, мне важно говорить и произносить только то, что произносишь ты. И поэтому, когда мы выражаем позицию неба, мы в Божьей упряжке, мы в его армии. Мы тогда и находимся плечом к плечу с теми людьми, которые с нами хотят это делать. И потому, друзья, единство Духа и союз мира созидается из того, когда мы видим Боготворящего. Когда наши очи сердца просвещаются не нашим смыслом, не нашей логикой, не тем тем паче, что мы смотрим из СМИ разных направлений, а то, что мы просматриваем каналы неба. И вот когда оттуда течет Божья информация, тогда наше зрение исцеляется, и более того, оно просвещается, уже имеющееся просвещается. Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Мы не сами себя призвали, он нас призвал, и в этом есть надежда. То есть надежда, которая нас ведет, от чего надежда, а не полнота уже результата, от того, что это наш выбор. Пойдем мы до конца в этом призвании или нет. А вот тогда, когда пойдем, надежда есть, выход есть, оснащение есть, Божье участие в нашей жизни есть, защита есть. И это тогда, когда наши глаза просвещаются. И какое богатство, славного наследия его для святых. Я сегодня прикоснулась к разному наследию. Наследие, которое имелось по генетическому коду, формировалось в христианстве, и которое надо исцелять через сбалансированность. То, что сейчас выстраивается уже новыми поколениями, новыми людьми, что надо брать целую снасть и соединить с тем, что было до этого. И вот в этом единстве огромнейшая сила. И как безмерно величие, это потрясающая фраза, безмерно величие могущества его в нас. И при всем том, что сегодня предлагаю не убирать весов, то, до какой степени мой характер сегодня в состоянии выдерживать нагрузки, выдерживать определенного рода ответственности и работать, продолжать над характером и благодарить Бога за то, что несмотря на то, что еще много есть слабых звеньев, а Господь уже доверяет большие дела. И в этом смысле помнить не о своих слабостях, помнить не о своем, может быть, отсутствии красноречия или наоборот красноречия, как это Моисей говорил, но в данном случае, что его могущество в нас. Его могущество это то, что является сильнейшим аргументом против любых дьявольских планов. Его могущество это то, что дает нам выходить на новый уровень и как церкви, и как части Божьего народа на земле. Верующих под действу державной силой его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. По сути, все имена, которые сегодня значимые, знаковые, которые были в истории, которые есть в современности, но я сейчас говорю не только о физическом мире, я сейчас говорю о духовных представителях, потому что есть начальство, есть власти в духовном мире, есть те, которые мероправители тьмы века, сего духи злобы поднебесной, об этом мы тоже читаем послание к Ефесянам, только уже в 6 главе, они перечислены, но чтобы нам устоять в день злой, все преодолев, нам, чтобы быть готовыми к этому дню, все преодолев устоять, то он нам перечисляет всех нечистых категорий духов, которые встанут против нас. И поэтому мы здесь тоже видим, он над всем поставил свое имя, но самое-то главное, в фразе, в которой я с вами иду, все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. Итак, друзья, начальство власти, всякое имя, мероправитель тьмы века, сего духи злобы поднебесной, глава Христа. А где церковь? Где вот в этой раскладке церковь? Она под главой, но над начальством. И вот это надо сейчас увидеть, да? Она над всеми структурами власти, как духовного, так и физического мира, потому что Христос стал главою, и еще раз прочитаю, все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая, то есть церковь, есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Вот предназначение церкви для последнего времени. Стать полнотой, наполняющей все во всем. А значит уйти с маргинальности, хоть с одной, хоть с другой стороны, хоть с заниженной, хоть с завышенной самооценки, уйти от скромной, а для той гордости, которая прячется за ложным смирением, уйти от гордости, которая прячется уже с другой стороны, что мы теперь свой, мы новый мир построим, а все прежнее разрушим и сделаем все теперь на своих каких-то принципах. Нет, друзья, мы не просто рождены в 21 веке и живем в этом ответственном периоде, а мы выходцы из тех поколений, которые были до нас. И поэтому почитать отца и мать никто не отменял. И поэтому почтение, которое важно сегодня выразить всем предыдущим историческим эпохам и сезонам, которые были в христианстве, поблагодарить Бога за каждого, кто довел и донес свой факел и был факелоносцем в своем движении, а мы результат их труда. И вот в этом подлинном почтении пред Богом, признав то, что было сделано до нас, поблагодарить его за то, что эти люди работали для нашего сезона, для нашего времени, чтобы нам сегодня не оказаться в обочине другого плана, не подумать больше о себе, чем должно, но Христа в нас раскрыть на сто процентов. Чтобы вот то, что было сделано Христом на Голгофском кресте, чтобы мы с вами могли не бояться видеть выступающего Голиафа, выступающие эти орды дьявольских войск, бесов или кем бы они ни были, но быть на связи с небесами, чтобы эта вертикаль была полноценно работающая, помнить, что мы граждане небес. И то, что мы есть в плане Божьем стать полнотой, наполняющей все во всем. И Церковь Божья, которая понимать начинает, что делает Бог сейчас, Он взвешивает сердца, Он отделяет Мекину от зерна, плевела от пшеницы, Он работает сегодня, чтобы отделить тьму и свет, потому что слишком много серенького стало внутри церквей и христианства, а Господь приходит сейчас разделить то, что стало Вавилона внутри, то, что стало видимыми форматами только, за которыми уже нет сути вещей и силы его отрекшиеся, даже такое мы слово читаем. И поэтому да поможет нам Господь на данном этапе, молясь о церкви, молясь о том, чтобы сердца горели, чтобы Слово Божье заняло надлежащую позицию, чтобы быть сердцем чистым и искать Бога. Вот это те молитвы, которые мы сейчас творим, и я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились сегодня о церкви в этом ракурсе, потому что в тех трех минутах, которые я передаю, нет возможности передать вот этот смысл. А здесь я как раз говорю, почему мы молимся сейчас больше об этих событиях, о состояниях церкви, о том, чтобы церковь, она поднялась как действительно грозная, как полки со знаменами. Не что-то такое эйфорийное, которое ожидает, что жених придет и заберет младенца. Нет, он заберет соответствующую себе невесту, которая по возрасту, по стилю, образа мышления и жизни ему подходит и соответствует. Поэтому я желаю, друзья, вместе с вами сегодня молиться о церкви, которая готова взять ответственность за пробуждение, потому что придут множество людей, которым нужно оказать помощь в питании, оказать помощь в одежде, я сейчас о духовных вещах, оказать помощь в изменении мышления, а это самая непростая задача, поменять мышление. Когда мышление меняется, меняется образ жизни. И поэтому для церкви как раз вот эта задача сегодня является главенствующей. Не ахать и не охать со всеми, не потому что мы не понимаем, что происходит, а потому что у нас есть сегодня большая ответственность пред Богом стать церковью, которая соответствует главе. А значит, может сострадать, может прощать, может любить, может тех, кто ненавидит, кормить или собирать горящие уголи наголу, как апостол Павел предлагает опять же в своем послании, в 12 главе послания к римлянам. И потому я желаю вместе с вами сейчас помолиться, друзья, хотя у меня есть еще места, которые можно было прочитать, но по крайней мере я сейчас на этом остановлюсь, чтобы не занимать другое время следующих уже спикеров и помолюсь о том, чтобы благословение Божие, которое делает наши глаза зрящими, и благодать, которая дается нам для благовременной помощи, чтобы мы не теряли это время сейчас, молились о том, чтобы быть городом, устроенным на вершине горы, чтобы стать светом для мира, солью для земли, и чтобы эта соль, она не пряталась в солонке, чтобы она действительно была в состоянии раствориться, если надо, дать вкус пище, потому что ведь мы-то живем, как сказал Пастал Павел, потрясающее слово, если мы живем, для Господа живем, а если умираем, для Господа умираем, поэтому вот тогда и говорим о посвященности на сто процентов, что не зависит от того, живу или умираю, я Господин, и поэтому моя принадлежность в его имени и в его царстве, она уже стопроцентная, определена небом, а я в это поверил, я в это приняла, я в этом хочу жить, я хочу это исполнить на земле на сто процентов, насколько Господь задумал и мечтал, и вот это моя тоже молитва вместе с вами о церкви, чтобы каждый в его церкви был живым членом, не было атрофированных, не было маргинально настроенных, не было тех, которые наоборот свысока смотрят на других, независимо от статуса или от какого-то личного откровения, и чтобы не были отвергающие силы Божьи, но чтобы те, которые знают и Писание, и силу Божью не заблуждаются, а ходят прямыми путями. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты сегодня полагаешь на сердце об этом молиться. Я хочу молиться за церковь Твою, потому что Ты сказал, я ее создам. Ты не поручил никакому человеку церковь. Ты поручил нам быть с работниками между собою, но Ты сам наблюдаешь за тем, как Ты ее строишь и строишь ее на камне. Я благодарю Тебя, что камень – это Христос. Я благодарю Тебя, что Христос оставил нам свои Писания для того, чтобы мы знали, что это слово утверждено на небесах, и пусть это слово вселяется могущественно в сердца людей, которые, может быть, привыкли больше в последнее время слышать о благодати, которая все покрывает, но не думают о благодати, которая дает силы для победы, не думают о благодати, которая дает силы принять смерть за всех, которые это было в жизни Христа. И поэтому я прошу Тебя, чтобы мы благодать увидели многоразличной, а значит, и в свою жизнь ее пропустили во все сферы своего бытия и своего служения пред лицом Твоим. Поэтому, Господи, я знаю, что мы ограничены и на свою плоть, и на свой опыт, на свое знание мы не можем сегодня уповать, потому что Петр когда-то уповая сказал, если все отрекутся, то не я, то, Боже, мы не хотим уповать на плоть свою, уповать на какие-то доводы, а мы говорим, Господи, помоги нам состояться на сто процентов Твоей воли, благослови нас, как церковь, войти в огонь и пройти через него, войти в воду и пройти через нее. Господи, я прошу, потому что я знаю, ты Бог всемогущий, у тебя вся власть и все могущество, у тебя величие и у тебя великолепие, а у нас ожидание, потому что страх Господен да будет сегодня нашим сокровищем, чтобы много ведения и пробуждения и преображения пришло на эту землю, потому что ты сказал, что будет много тогда спасенных, и поэтому да вернется страх Господен в сердца народа Твоего, чтобы не поносили начальствующих, чтобы сейчас не делали из этого шоу, чтобы не умножалось сейчас злословие в устах, прости Господь за эту позицию, куда попала Твоя церковь сегодня. Господь, Ты не отрекся от народа своего, Ты не отрекся от церкви, но Боже, если моему сердцу больно это видеть и слышать подобные речи, насколько это Тебе неприятно. Поэтому, Господи, я хочу сейчас заступаться за церковь, я хочу молиться пред лицом Твоим и ходатайствовать, Господи, открывай глаза наши, просвети очи сердце, я присоединяюсь к молитве апостола Павла о церкви, потому что я соглашаюсь с каждым Его Словом, чтобы Бог Господа Иисуса Христа просветил очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем это величие, величие Твоего могущества внутри нас, потому что та же сила, которая воскресила Христа из мертвых, живет в нас, но как мало мы еще распечатали ее. Поэтому, Боже, прошу Тебя, чтобы характер, чтобы сосуды, чтобы новые мехи, они были приготовлены, приготовлены в Твоем присутствии, приготовлены в помазании небес, и я благодарна Тебе, что это наше чаяние сегодня в молитве, которую мы выражаем и говорим, пусть этот голос глобального пробуждения усилится молитвами святых, усилится осознанностью каждого человека. Я благодарю Тебя, Боже, что мы сегодня молимся за церковь, которую пытался дьявол расшатывать все эти предыдущие годы, когда он пытался, чтобы столб утверждения истины потерял свое влияние в обществе. Отсюда и общество пришло в волнение. Поэтому, Господи, восстанови статус толпа, восстанови статус истины, не искаженный, а той, которая приводит к освобождению. Боже, нам нужна истина, которую мы можем познавать, и она освобождает прежде всего наши сердца и наше мышление, наш дух и нашу жизнь освобождает. Поэтому я благословляю во имя Иисуса Христа каждого из нас сейчас. Проведи нас через Твой крест, но выведи на пространное место тех, кого хотят уловить. Господи, избавь от всяких планов врага. Я верю, что, Господи, у Тебя есть в Твоем намерении, чтобы ни один план вражеский не состоялся в нашей судьбе, потому что у нас есть сегодня право выбора, и мы выбираем дерево жизни. Мы отказываемся от дерева познания добра и зла. Мы отказываемся искать виноватых и правых. Мы выбираем дерево жизни. Поэтому, Господи, я благодарю Тебя, что есть два дерева в саду и до сих пор, но мы выбираем то дерево, которое является для нас сегодня архиважным. И поэтому я благословляю Твой народ прилепиться сердцем, прилепиться духом, прилепиться душою своей к тому, что является познанием истины Твоей. Иисус, Ты сказал, Я есть истина. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. И потому, Иисус, мы хотим познавать Тебя внутри себя, чтобы свобода пришла на другом уровне, на всю Твою церковь, повсеместно, по всему лицу земли, независимо от того, как о нас сегодня говорят люди, хорошо или плохо. Это настолько мало волнует, потому что нам важно, чтобы небо о нас радовалось, чтобы небо о нас могло похвалиться перед духовным миром. Отец, я благодарю Тебя, что в этом наша просьба, на которую небо реагирует. Я верю, что реагирует, потому что Ты возбуждаешь это сердце нашему быть в этом причастны не только мысли, но прежде всего духа сердца, остальное прикладывает рука Твоя. Я благодарю Тебя за всех молящихся в это время, и пусть для церкви Твоей это будет подкреплением, когда мы молимся о том, чтобы церковь Твоя, она поднялась могущественным образом в той силе, которая нужна для полной победы и полного результата. Я благодарю Тебя за всех, кто сегодня участвовал и будет участвовать, и пусть печать Твоего присутствия будет на каждом слове, пусть благословение Твое будет почивать на каждом движении мысли Твоей, и если Слово Твое тщетным к Тебе не возвращается, то и мысли Твои, они работают и имеют вес значимость. Благодарю Тебя за это во имя Иисуса и благословляю Пасху предстоящую, воскресное служение, благословляю по всем церквям. Пусть это будет триумфальное движение Твоей славы, пусть это будет триумфальное движение Твоего Евангелия, чтобы действительно церковь, она не пришла просто на праздник порадоваться каким-то достижением на уровне детей, на уровне каких-то музыкальных номеров. Господь, пусть это уйдет на задний план, но пусть Твое присутствия будет очевидным, а все остальное будет просто каналом, через который ты течешь в народы. Я благословляю всех людей быть в числе радующихся о том, что Христос воскрес. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо большое, Ольга Дмитриевна. Очень ценно как ваше слово, так и ваше присутствие. Слава Господу Иисусу. Интересно, мне как-то Господь показал на ночной молитве такое, Он показал мне меч, и я услышал внутри себя, что ты Божий ответ на молитвы поколений. И я это принял не только в свой адрес, я это высвободил также там на ночной молитве. И я верю, что это для каждого христианина сегодня. И действительно, вот эта преемственность поколений, что понимать свою неоторванность от остальной церкви, от исторической церкви, от всего, что происходило раньше. Мы не просто так пришли в этот мир и вот сами по себе появились. Но действительно, мы стоим на огромном, огромном, огромном основании. И за нас совершались молитвы поколений. Поэтому так много Божьей силы может быть высвобождено в это время, потому что, друзья, не только мы с вами молимся за пробуждение. Кто-то молился за пробуждение веками еще назад, так его и не увидел. И сейчас мы можем соединиться с этими молитвами. И слава Господу, что мы живем в это время, в которое пророчески показано десяткам пророков, что мы живем во время этого пробуждения. Это великая честь, это великая ответственность. Слава Господу, что Он нас поставил в это время. И да благословит нас Господь действительно быть теми делателями, активными участниками, чтобы Его сердце радовалось, когда Он смотрит на каждого из нас в том, как мы проживаем каждый свой день для Него. Слава Господу Иисусу. Спасибо. Я хочу сразу также сказать как объявление, что 28 числа в 19 часов у нас будет с одной стороны как завершение нашего марафона, мы передаем дальше эстафету Александру, но у нас будет прямой эфир, поэтому подключайтесь и в прямом эфире мы с вами совершим молитвы в течение часа вместе по тем темам, о которых молились, вот о церкви будем молиться и о том, чтобы зрелость приходила в каждое сердце. Поэтому спасибо вам за все активные ваши вхождения в разные программы. Спасибо, Александр, и вам за ваше участие. Спасибо.